Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале финансовой независимости. И если вы пока еще не достигли этой финансовой независимости, тогда вам к нам. Говорят, что инвестирование у дело обеспеченных людей. Я хочу поставить под сомнение это утверждение. Не переключайтесь и вы узнаете, каким образом повысить свое благосостояние в будущем, если вы зарабатываете сейчас мало и стремитесь к более достойной жизни. Бытует мнение, что инвестиции разного рода это прерогативы уже состоятельных людей. И как правило никто не задумывается, каким образом эти люди стали состоятельными. А ведь существует множество примеров, когда именно инвестиции и дали начальный толчок к росту капитала и с течением времени привели к значительным результатам. Самый известный пример это Уоррен Баппетт, инвестиционный капитал которого вырос до недосягаемых высот за десятки лет успешной инвестиционной деятельности. Но я не люблю приводить такие примеры, уж слишком далеки они от жизни и от нас с вами. Большинство из нас не имеют своего бизнеса, солидного начального стартового инвестиционного капитала или иных существенных источников дохода, кроме собственной зарплаты. А стать по-настоящему состоятельным, имея только доход по основному месту работы, под силу разве что топ-менеджерам крупных компаний или посткорпораций. Да и вообще, надеяться на зарплату можно, но она не гарантирована. Она может понизиться или долго не расти. В конце концов, работа иногда меняется и не пак, что в лучшую сторону. Так что же делать, если мечты о состоятельной жизни вас не покидают, а работодатель их как-то не поддерживает? Правильно, нужно начать хоть что-то делать уже, а не ждать чуда в виде наследства или внезапно появившегося у работодателя приступа неконтролируемой щедрости. Чудеса случаются, но принять ожидание совершения чуда за основу стратегии достижения существенного благосостояния контрпродуктивно. Можно начать свой бизнес, но далеко не все люди на Земле предрасположены к этому виду деятельности. Это нормально, не все предприниматели в душе. Кто-то хороший учитель или доктор, и в этом состоит его призвание. А у многих просто не получится или нет достаточных средств для старта. Других, не чудесных способов наращивать капитал со временем, кроме инвестиций, нет. Да и средств для старта инвестиционной деятельности нужно немного, и проблем, связанных со стартом инвестиций, будет на порядок меньше, чем с начала большинства предпринимательских проектов. А результат будет более предсказуем. Как начать инвестировать, я рассказывал в своем ролике на канале. Также есть смысл посмотреть весь плейлист под названием «Как инвестировать». А если все же есть сомнения в том, что инвестировать нужно, то начните с просмотра плейлиста «Зачем инвестировать». Итак, центральной заключительной мыслью будет следующее. Именно инвестирование, даже маленьких сумм, поможет вам начать постепенно увеличивать ваш капитал и со временем приведет вас к желаемому благосостоянию или хотя бы частичной финансовой независимости. А если не начинать инвестировать, то извечный круг «работа» до «работа» разорвется только при выходе на пенсию, где вас будут ждать разочарования из-за отсутствия капитала, да и просто из-за недостатка средств для достойной жизни. Это все, что я хотел сказать вам сегодня. С вами был Александр. Пожелаю вам удачных инвестиций и непременного благосостояния в будущем. До скорых встреч на канале «Финансовая независимость». Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.